Сегодня в гости нашей студии Ирина Владимировна Бережная, гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. Ирина Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И поговорим мы сегодня о глютене. Может быть, кому-то непонятно это слово ещё, пока ещё, может быть, не встречалось, но всё чаще и чаще эксперты говорят об этом. Но вот как я прочитала, и сейчас уважаемые гости, Алексей Владимирович, может быть, поправят меня, глютен означает клей. То есть это такой сложный белок, который преимущественно есть в хлебобулочных изделиях. И поэтому нам сейчас не рекомендуют есть булки. Кроме того, он содержится в мягких сырах, в соусах, маслах и так далее. Оль, вот я сразу хочу тебя спросить. Вот ты на чём клеишь обои дома? Я не клею обои. Вообще, это ремонт делала хоть раз? Обои клеила? Специальным клеем. Да, в магазине, правда, клеить для обоев. Не клеистером, как вы сейчас могли подумать. Так вот моё поколение, более старшее, мы в своё время клеили обои именно на клейковине. То есть заваривали крахмал и делали прекрасный. И обои, кстати, держались неплохо. И вот оказывается, вот эта самая клейковина преследует нас уже всегда. И большинство продуктов содержит вот эту самую клейковину, под которой мы подразумеваем глютен. Я так понимаю, что это понятия, в общем-то, абсолютно аналогичные. Что клейковина, что глютен. Можно называть так, можно по-другому. Правильно я говорю, Ирина Владимировна? Да, безусловно, правильно. Глютен – это действительно сложный белок. Он имеет такие свойства клея, липкий, тянущийся. И все наши хлебопулочные изделия, если мы их очень любим, они мягкие, нежные, замечательно пышные, тем больше в них глютена. Ирина Владимировна, но раньше про глютен не знали? Или знали, но молчали? Нет, на самом деле знали. Заболевание это известно очень давно, уже несколько веков. Заболевание какое? То есть глютен сам по себе не заболевание? Нет, глютен не заболевание. Но заболевание, которое возникает при употреблении продуктов, содержащих глютен, у некоторых индивидуумов, скажем так, известно очень давно. Известно под другими названиями, существует несколько разных названий. Сейчас это общепринятое название целиакия. Раньше это могла быть водянистая диарея, энтеропатия глютеновая, и нетропическая спру. То есть очень много достаточно названий. Но сейчас просто об этом заболевании знают гораздо больше, поэтому о глютене говорят больше, чем говорили раньше. Вот я сегодня прочитал, кстати, данные, что, оказывается, уже 30% населения имеет какую-то реакцию на глютен. В чём это может выражаться? 30%! То есть мы все ходим, у нас же нет таких заболеваний кишечника. Мы съели булочки, трескаем круассанчики каждый день, и никаких реакций кишечника у нас не возникает. И тут я читаю, что 30% не зная этого подвержены этим процессам. Согласна, но здесь гораздо более сложная проблема, чем заболевания желудочно-кишечного тракта. То есть вызывается не только поражение желудочно-кишечного тракта, иногда бывают изолированные неклассические формы, стёртые формы, так называемые бессимптомные формы, но, тем не менее, они возникают. Например, анемии, длительные анемии, неподдающиеся терапии, неподдающиеся какой-либо коррекции лекарственными препаратами, непонятной природы, они могут под собой иметь именно течение целиаки. Сейчас об этом очень много знают, и по европейским данным последним, каждый один на сто страдает целиакией. То есть это скрытые формы, не явные, которые прям видны? Это разные формы, и некоторые формы... Ведь раньше как? Как заболевание описывалось изначально? Это заболевание описывалось потерей веса, неконтролируемым поносом многократным, потерей жидкости. Ребёнок выглядел... Как правило, это описывалось у детей. Ребёнок выглядел как паучок, тонкие ручки-ножки, огромный живот вздутый. То есть это как бы классический вариант, который описывался во всех книжках, и в старых учебниках есть картинки чудовищные совершенно. Сейчас совершенно другие ситуации. Вот ко мне не так давно обратилась девочка. Три годика единственной жалобы, неконтролируемая анемия, которой совершенно невозможно было скоррегировать препаратами. Они принимали лекарства, но эффекта как бы никакого не было. очень долго я настаивала на том, чтобы мама всё-таки сдала специфические маркёры. Вот, кстати, о маркёрах. Вот я как-то ради интереса заглянул на сайт одной компании, которая занимается диагностикой в Москве, анализы проводит, да, где угодно и всюду. Всеобъемлющая компания, так скажем, как спрут, раскинувшая свои сети. Так вот, я не нашёл у неё, у неё есть там маркёр на глютен, но вот я читал недавно исследование, что там, оказывается, 20 или 30 маркёров на разные виды глютеновые. Вот есть такие, а у нас вообще проводятся такие исследования? Более глубокие. Конечно, проводятся. Потому что, вот смотрите, я читаю такие вещи, что, оказывается, ну, я не скажу, что половина, но, наверное, там, пятая часть женщин мучается от мигрени, мигренозной головной боли. Страшнейшая. Причём женщины даже не знают, что это мигрень. Кстати, если, милые дамы, если у вас возникают боли в области лба, которые переходят постепенно, приливы такие перед ними, то это очень часто может быть мигрень. И это надо лечить. К сожалению, это до конца не вылечивается, и постоянно у нас большинство заболеваний, в общем-то, практически не вылечивается, а переводится в хроническую стадию ремиссии, как мы говорим. Так вот, мигрень-то, оказывается, тоже связывают с глютеном, то есть реакции на белок. Ведь я, что интересно, ещё вычитал. Я не разбираюсь в этом абсолютно, поэтому мне очень важно ваше мнение. Я просто вот... Отдельный факт, что оказывается, этот глютен, он может распадаться на полипептиды, и эти полипептиды могут проходить через барьер, который отделяет нашу кровь от мозга, называемый гемотоэнцефалическим барьером, и уже являться экзорфинами. То есть есть эндорфины, это гормоны удовольствия, которые образуются внутри нас, серотонин, дофамин, а есть ещё экзорфины, которые как опиумные частицы цепляются к определённым рецепторам мозга и вызывают определённую зависимость. Вот вы слышали об этом? Про зависимость я, кстати, тоже читаю. На самом деле это действительно есть. Сейчас очень много работ проводится разных, и надо просто понимать, что целиакия как таковая, заболевание очень сложное и очень разностороннее. Если мы говорим о классической целиакии, что происходит? При употреблении продуктов, содержащих глиадин, возникает токсическое поражение ворсинок тонкого кишечника, они сглаживаются и, соответственно, нарушаются всасывания. Есть такое выражение цементируется ворсинки кишечника? Не совсем это так, потому что они как бы обдираются, то есть они становятся более плоскими и меньшая поверхность всасывания происходит. Соответственно, что больше жидкости выделяется, меньше всасывается полезных веществ, то есть мы за счёт этого видим поносы. Но это не аллергическая реакция, это токсическая реакция. К сожалению, токсическая реакция может быть в любых тканях организма, тем более, когда нарушается проницаемость кишечной стенки, она усиливается, то есть, соответственно, и патогенные вещества могут всасываться, плюс ещё и. Эти заболевания, скажем, существовали и раньше. То есть раньше не знали, что они появляются из-за глютена? Нет. Скажем так, знали просто об этом заболевании несколько меньше, чем знают сейчас. То есть диагностика, разносторонность проявления этого заболевания. Раньше считалось, что это встречается крайне редко. Встречается только у европеоидной расы, только в детском возрасте и достаточно редкое заболевание. Когда стали об этом заболевании знать больше, больше исследований проводить, оказалось, что заболеванием могут страдать и взрослые люди, и проявляться она может в любом возрасте. Самое опасное заболевание, когда начинает проявляться после 50 лет, потому что риск развития онкологии резко возрастает в этой ситуации. Если говорить о том, что не знали конкретно о глютене, да, наверное, не знали в достаточно давние времена, потому что лабораторий таких, как сейчас, не было. Когда провелись исследования, поняли, что конкретно вызывает именно токсическое поражение стенки кишки. И визуально не обязательно вы будете иметь проявление, нарушение желудочно-кишечное, какие-то проблемы, поносы, боли в животе и так далее. Этого может не быть, но могут быть какие-то другие проблемы. Аутоиммунные заболевания. Ведь целиакия, она абсолютно часто сочетается с сахарным диабетом первого типа, аутоиммунными поражениями щитовидной железы, с аутоиммунными поражениями суставов. Давайте раз расскажем, что такое аутоиммунное поражение. Это когда у вас возникает какое-то вредное вещество в организме, и на него образуются антитела. И эти антитела начинают путать это вещество с клетками собственного организма. И начинают параллельно жрать не только это патогенное вещество, микров, вирус или глютен, например, но и потреблять клетки собственного организма и уничтожать их. И, кстати, вот это смягчение ворсинок тонкого кишечника, благодаря которому происходит удивительный процесс таинства всасывания белка, усвоения белка, разделения его на аминокислоты и связывают именно с тем, что образуются антитела, которые подавляют, угнетают, убивают эти ворсинки и тем самым сглаживается поверхность кишечника и, по сути, кишечник превращается в обычную трубу. И вот мы говорим постоянно диетологи, мы всегда спорим о разных вещах, но мы всегда признаём качество и значение белка и нормы белка. А тут получается, что самый главный фактор усвоения белка, вот эти самые ворсинки, они страдают. Соответственно, страдает вообще полностью усвоение белка. Но дальше ещё интереснее. Эти антитела могут разрушать стенки сосудов, они могут влиять на почки, они могут влиять на массу других веществ. И сейчас люди, которые страдают от разных заболеваний, ходят по врачам, их пытаются чем-то лечить симптоматически, если давление даёт препарат от давления, а не той причины, которая вызвала это давление. Если их болит голова, даёт таблетку от головной боли, а если температура даёт таблетку от температуры, то, может быть, нарушение иммунного статуса, когда человек начал больше болеть, чаще болеть, или у него появились головные боли, или какая-то непонятная симптоматика, синдром раздражённого кишечника, или, может быть, какие-то неврозы. Ведь всё это сейчас неврологи, психологи связывают именно с глютеном. Представляете, сколько на него ярлыков вешают. Вот я хочу понять, оправдано это, или это очередной миф? Смотрите, для того, чтобы об этом говорить, надо чётко проводить определённые тесты. То есть обследовать любого пациента, особенно если что-то непонятное, вот он не укладывается в классическую картину какого-либо заболевания, даже если укладывается. В Европе существует в некоторых странах абсолютно стопроцентное тестирование, потому что у них достаточно часто эта ситуация. И, по-моему, в Финляндии вообще 1 на 60 встречается. То есть это очень частая ситуация. Очень часто. У них нет инвалидности, как в нашей стране, у них нет каких-то особенного, там лечения особенного не требуется, у них есть специализированное питание для этих людей, и, в общем, это всё коррегируется совершенно свободно. Вообще это встречается. Здесь очень сложно. Потому что меньше у нас обследуют. У нас вообще врачи об этом не знают. То есть именно из-за того, что они в своё, ну, проходят эти тесты своевременно. Они знают, и врач видит симптоматику, которая подходит под это. И он говорит, сдайте-ка вот эти анализы, я посмотрю, если у вас, о, дорогой мой, у вас живот глютеновый, по всем показателям у вас, вы исключите эти продукты, будет вам счастье. Вы столько лет лечитесь непонятно от чего, страдаете, бегаете, а у нас-то этому даже сказать некому. Вот, может быть, мы первые на радио, кто вообще об этом говорит так открыто, ясно и говорит многим врачам. Ребята, обращайте на это внимание, акцентируйте, если не можете понять, ну, заставьте пациента сходить и сдать анализ. Давайте тогда скажем, на что именно нужно обратить внимание. То есть вот как проверить, что организм реагирует на глютен? Какие симптомы могут подсказывать? Чуть-чуть, но ещё не заболевание. Вы знаете, сказать о симптомах достаточно сложно, потому что глютен присутствует почти во всех продуктах нашей полосы. Но у нас такой менталитет, такой образ жизни, такой образ питания. Поэтому у нас практически во всех продуктах присутствует. Где он присутствует? Давайте сразу скажем. Значит, существует всего три злака, в которых он присутствует. На самом деле даже два. В третьем, в общем-то, по меньшей мере, его намного меньше. Значит, пшеница, рожь, это, как вы понимаете, наш основной хлеб. Никуда мы от этого не денемся. Присутствует в ячмене достаточно много и очень мало во все. Во все даже присутствует не сам глютен, а глютеноподобное вещество очень похожее. И люди, которые не переносят глютен, 95% из них переносит овес. Совершенно свободно, но 5% могут его не переносить. Поэтому овес тоже, в общем-то, убираются эти продукты. То есть вот эти... Мюсли, вот эти полезные мюсли, быстрые завтраки, чтобы быстро похудеть. Знаете, коробочки продают. Худейная диета там, она вся состоит, в общем-то, из овса. Из-за безобразия. Ну, на самом деле, я вам хочу сказать, что для здорового человека это совершенно безопасно. Там уже вкусовой приоритет, какой хлеб ты любишь и что ты будешь есть. Для людей, у которых есть такая проблема, которая может возникнуть, в принципе, в любом возрасте абсолютно, и первые проявления тоже могут быть в любом возрасте. Для этих людей... То есть это не обязательно детский возраст? Нет. Это абсолютно не обязательно в любом возрасте. И самое неприятное, это длительно нелеченая целиакия в возрасте после 40 лет, потому что риск развития онкологии тонкой кишки очень высокий. Вот мне хочется понять. Нелеченная, потому что не обратили на это внимание, не сочли нужным направить пациента. Ведь, мне кажется, почему у нас так анализы эти не появляются, вот это, как вы сказали, за рубежом несколько видов, то есть стопроцентная диагностика, а у нас очень сжатая, потому что, наверное, врачи не обращаются с просьбой сдать эти анализы. Ведь востребованность анализов нет. Никто не сдаёт их, не спрашивает. Ну, вы знаете, мне очень сложно судить о том, как есть это во взрослой практике, так глобально, да, потому что я больше работаю всё-таки с детьми, чем со взрослыми, хотя со взрослыми тоже. В моей практике нет такой позиции, да, потому что мы всё равно обследуем, особенно если ситуация не совсем ясная, какие-то хронические патологии, с которыми пациенты приходят, обследуемся всегда. То есть обследуемся 100%, потому что, к сожалению, это достаточно частая история. 100% скрининга, как вот в роддоме, да, для малышей, там по определённым болезням в нашей стране нет, к сожалению. Может быть, если бы это было, мы бы знали истинную картину. Вот в нашей стране это заболевание встречается намного реже, чем в Европе, но по нашим статистическим данным, о которых мы не можем говорить достоверности, потому что, к сожалению, вот скрининга нет. Но выявление целиакии может быть вот самое разное. И у пациентов, у которых есть проявления желудочно-кишечных нарушений, у пациентов, у которых есть какие-то другие проблемы, и масса-масса всяких других заболеваний, которые могут быть тоже связаны именно с токсическим действием глиодина у конкретного индивидуума. Вот я бы хотела вернуться всё-таки к хлебу, потому что вы сказали, что в основном содержится в злаках, а хлеб всегда... Оля, не радуйся. Нет, я к тому, что... Йогурты, сыр, это всего огромный... Нет, Алексей Владимирович, я к тому, что хлеб ели всегда. Хлеб ели и 20, 30, 40 лет назад. То есть хлеб-то ели всегда. Почему именно сейчас мы говорим о его вреде? Нет, мы не говорим о вреде, ни в коем случае. Просто есть, допустим, люди, которые не переносят, ну, допустим, молочные продукты, потому что там есть молочный сахар, они не могут это усваивать. То есть они не пьют... Усвоение лактозы. То есть они не пьют молоко, допустим, не едят продукты, содержащие высокое количество лактозы, и хорошо себя чувствуют. То есть это не является болезнью, скажем так. Что касается людей, которые страдают целиакией, да, это по большому такому глобальному понятию, это тоже можно не относить к болезням. Это идёт непереносимость определённого ингредиента, и без этих продуктов спокойно можно обходиться. Уж в наше время можно печь хлеб из любой другой муки. Ну, вот йогурт и сыр. Я даже узнал, в шампунях этот глютен садит. То есть вообще он всюду, он преследует нас. Соусы. Ну, вы знаете, я думаю, что глютен в шампуне для таких людей явно безопасен будет, а вот как бы употребление внутрь, тут уже надо чётко понимать, что и зачем мы делаем. И если это действительно возникает, диагноз, конечно, для очень многих родителей становится очень страшным, потому что это меняет образ жизни семьи. Да, это достаточно серьёзно. То есть ты даже в семье не можешь купить обычный хлеб, потому что прекрасно понимаешь, что ребёнок его просто возьмёт. Кстати, вот за рубежом, как вы правильно сказали, есть магазины без глютеновых продуктов, в рестораны приходишь, без глютеновые столики с продуктами. Ведь понимаете, в чём дело? У нас тоже это есть. Есть, да? Да, у нас тоже это есть. Но вот мне кажется, вот вообще такая система замалчивания вот этих проблем с глютеновой чувствительностью и вообще вот о том, что мало говорят, мало исследуют. Мне кажется, может быть, тут такие вот лоббирования компаний, которые производят вот эти углеводы, которым выгодно это производить. Потому что если это сейчас сказать публично, сказать, что ребята, у нас у 30% данных исследований американских содержится глютеновое, то это же будет бомба, это же все побегут исследовать сразу же, потому что многие лечатся непонятно от чего. И у нас уже выпускают продукты с пометкой «без глютена». Вот одна моя знакомая недавно рассказывала как раз о том, что она покупала продукт без глютена. Ну, если, скажем так, с глютеном он стоит там 50 рублей, то без глютена 300. Это первое. 300? Да, естественно. А здесь вопрос о цене. Именно поэтому сейчас на форумах активно обсуждают вот какую тему. Я зачитаю конкретно, да, что пишут. Борьба с глютеном – это очередная компанейщина. Как когда-то все боролись с холестерином, до фанатизма, пока не поняли, что в умеренных количествах холестерин необходим организму. Кстати, Алексей Владимирович, вы об этом в одной из программ говорили. Более того, он сам вырабатывает холестерин, имеется в виду организм, залечивая поврежденные сосуды. Так и с глютеном. Надо питаться просто сбалансированно, а попросту говоря, есть надо все и каши, и овощи, и фрукты, и молочные продукты. И такое замечание медики идут на поводу у коммерсантов. Кто больше потратился на рекламу своего продукта, тот продукт и советует. Вот, Ирина Владимировна, стоит ли доверять пометке без глютена на тех продуктах, которые продаются? Знаете, в нашей стране всегда говорили доверей, но проверей. Все равно надо читать состав, потому что там может быть написано без глютена, да, основной продукт. А дальше дополнительные какие-то факторы, которые туда добавлены. И если там добавлена мука, пшеничная мука, ржаная мука, овсяная мука и так далее, то вы понимаете, что никакого без глютена здесь быть не может по определению. Потому что они вытащили глютен там из этого муки. Этого быть не может. Технически это невозможно, этого никто не делает. Потом надо понимать, на каком производстве это сделано. Потому что одна линия, в которой производятся, допустим, булочки, а вторая линия, где пекут хлеб без глютена. Я вас уверяю, что остатки глютена, какие-то следовые компоненты, все равно будут в тех булках, которые производятся с этой линии одна. То есть сказать, что там четко этого нет, нет, мы не можем. Но существует компания, которая производит только такие продукты. Их несколько этих компаний на рынке. Их действительно немного. Продукты действительно более дорогие. Но я думаю, здесь не потому, что их производство дорогое, а именно потому, что их не надо так много. Соответственно, что специализированные продукты, они всегда стоят. Любое лечебное. Если хочешь, не хочешь, а пойдешь и купишь. Лечебное. Это не обязательно делать. Но пациентам. И пациентам тоже не обязательно покупать дорогие продукты. Можно покупать продукты более дешевые. Да, они тоже есть на рынке. Просто надо четко смотреть по ценовой категории. И продукты, которые человек будет переносить, он четко понимает. Есть вещи, которые можно сделать самим. Те же булочки, хлеб, макароны. В конце концов, домашние лапсы, шопы. А как мы делаем булочки, если их из муки делать? Нет, их можно делать из другой муки. Пожалуйста, вы можете делать из рисовой муки, кукурузной муки. А рис не содержит? Не содержит. Рис не содержит. Вот это уже. Да, это здорово. Рис, кукуруза и гречка не содержат. То есть Хрущев был прав в свои годы. Насчет кукурузы. Я понимаю, у него была проблема с глютеном в свое время. Этого мы не знаем. Но на самом деле совершенно спокойно. Ведь 10-15 лет назад в нашей стране не было продуктов, которые не содержат глютен. И что было делать этим мамам, детям, которых ставили такой диагноз? Они учились печь хлеб. У меня есть одна мама, адрес и телефон, который я даю всем мамам. Ну, раньше давала, пока не было этих продуктов. Она со всеми общалась. Потому что было сложно связываться. Не со всеми можно было по интернету. На всех учила печь хлеб. Она всех учила печь булочки. Я вам хочу сказать, что достаточно хорошие продукты получаются. И, кстати, вот, Оля, отвечая на твой вопрос по поводу того, что действительно, может быть, это все раздувается специально. Да. Мы же не говорим о том, что, ребята, бегите только без глютеновый продукт. Мы говорим, бегите, сдайте анализы. Бегите, обратитесь к врачу. Обратите его внимание, что у вас возможно. Человек приходит к терапевту. Видит, что он не дает результативности лечения. Скажите ему, доктор, а может быть, вот у меня с глютеном проблема? Может, вы мне дадите направление? Я сдам анализы, тогда посмотрим. Вот к чему мы призываем. А не к тому, чтобы бездумно всем ломануться за этими безглютеновыми продуктами. Я правильно говорю? Абсолютно правильно говорите. И самое главное в этой ситуации, что если мы бездумно начинаем соблюдать безглютеновую диету, ну, мало того, что мы себя ограничиваем в каком-то приятном рационе для себя, ко всему прочему, через 2-3 месяца мы не сможем доказать, что у нас это есть, и никакие тесты нам не помогут в этой ситуации, потому что слизистая кишечника восстанавливается, антитела исчезают, мы не поставим диагноз. И человек не знает вообще, а нужно ли ему это делать дальше, что же делать дальше. То есть никогда нельзя идти вот как вот на пролом. То есть надо чётко понимать, что и зачем мы делаем. Во-первых, глютен поражающими состояниями страдают только часть населения. У тех, у кого есть генетический дефект. То есть абсолютно чётко. Есть генетические маркёры ДКУ-2 и ДКУ-8 по HLA-системе, которые чётко нам говорят, что есть риск развития или нет. Потому что даже если вы долго соблюдаете диету, генетический маркёр никуда не денется. То есть это более дорогой анализ, но принципиально его можно сделать. Если мы говорим о тех скрининговых тестах, которые абсолютно утверждены Европейским обществом гастроэнтерологов и по рекомендации ВОЗ, это маркёры антитела тканевой трансглутаминази, которые чётко говорят, есть или нет. Но это только в том случае, если человек не соблюдает диету. Если же он её соблюдает, то тогда только антитела тканевой трансглутаминази. Но у нас эти тесты проводятся. Да, конечно, проводятся. Ну, вы нас прямо спасли. Это самое главное. Да, потому что сейчас очень много, на самом деле. Вот я, когда готовилась к программе, я читала, что про безглютеновые диеты все пишут. Но никто не понимает, стоит их придерживаться, как разных других диет, о которых мы неоднократно говорили в нашей программе. Или это действительно очень специфическая такая вот диета. То есть, по сути, её должен прописать врач. Безусловно, как любую диету должен прописать врач. Никогда не надо заниматься самодеятельностью. Знаете, ведь нас не учили летать в космос. И мы почему-то не пытаемся стать космонавтами просто так, да, или сесть за штурвал самолёта и полететь, потому что мы не умеем этого делать. То же самое и в медицине. Если нас этому не учили, не надо. Надо идти к специалисту, которого учили, причём долго. Браво, доктор, я об этом говорю каждую передачу. И, может быть, нас уже слушают некоторые. Может быть. Алексей Владимирович, ну вот в одной из наших программ вы говорили, что если, например, вечером, вот я проведу такую параллель, вечером съесть мясо, то наутро ты не поправишься до тех пор, пока не съешь какую-нибудь конфетку. И уже потом начинаешь там поправляться, да. А можно ли съесть что-то такое, чтобы глютен не влиял на организм? Да вот, к сожалению, нет. То есть, если продукт содержит глютен, и, как мы уже выяснили, даже в следовых, вот для меня это было, кстати, открытие, я думаю, что глютен всё-таки какой-то процент должен быть высокий. Оказывается, в следовых даже частях. То есть, если есть иммунные тела, вот они как собаки рыскают, как гончие, бегают, бегают, ищут вот этого, и потом мы маленького зайчика выпускаем, так им всё равно. Это стая зайцев или это маленький зайчик? Они всё равно на него набрасываются и растерзают. А параллельным этого зайца не хватит, они начинают терзать ещё клетки собственного организма. Вот это же глютен. Поэтому, видите, оказывается, достаточно чуть-чуть совсем капнуть глютена, и всё. Но мы пришли к интересному выводу. Вот сейчас прозвучало так ненароком. О том, что, оказывается, клетки-то восстанавливаются, организм восстанавливается. То есть, это не приговор. Нет, ни в коем случае не приговор. Это не то, что вот у нас кишечник погиб, он у нас умер, всё уже пропало, от этого мы не избавимся. Мы, оказывается, сможем всё это восстановить. Надо правильно питаться. Из всех неприятных болезней это самое приятное. Потому что здесь не нужны лекарства. По-хорошему, если вовремя поставлен диагноз, никакие препараты пациенту, как правило, не нужны. Вообще есть такие препараты, какие назначаете пациенту? Это симптоматическое лечение, возможно. Потому что, кроме того, что мы имеем поражение тонкой кишки, мы имеем что? Учащённый стул, вздутие живота, болевой синдром. Могут быть эрозивные процессы в желудке, 12-перстной кишке. Могут страдать другие системы. То есть анемия, допустим, и так далее. То есть нужны какие-то препараты. Возможно, это каждому пациенту индивидуально. Кому-то можно прописать препараты железа, у кого-то витамины. То есть в зависимости от... Это старое правило врачей. Где болит, туда и вводим. Если не помогает, то ампутируем. Это уже такая действительно глобальная шутка. Ну, на самом деле, иногда достаточно просто правильной диеты. Через 2-3 месяца даже на биопсии вы не найдёте изменения стенки кишки. Я же боялся, уже преднизолон будет назначать, как при аутоиммунных заболеваниях. Иногда мы назначаем преднизолон в острых, тяжёлых случаях. Да, потому что случаи бывают самые разные. И есть действительно очень часть людей, которые не верят врачам и ходят к бабушке, соседке, спрашивают, как они... Ну, это самый безобидный вариант. Хуже, когда они начинают есть, придумывать какие-то там совершенно... Пытаясь вернуться на 100 лет назад, да, забывая, что человечество изменилось вообще генетически уже просто. Поэтому бывают разные ситуации. Действительно, иногда назначаем инфузионную терапию, назначаем преднизолон, но это короткими курсами, как правило. Либо бывают рефракторные формы, очень тяжёлые, но тогда, как правило, это тяжёлый аутоиммунный процесс, который сопряжён с какими-то ещё патологиями. Как вы думаете, вот это заболевание, оно прогрессирует? Вы за свою деятельность видите какое-то изменение? Или всё стабильно? Вот есть процент населения, и он никак не меняется. Больше появилось таких больных? Меньше? И с чем? Лучше диагностика стала? Или чаще обращаются по этому? Или потому что действительно больше продуктов стало содержанием глютена? Как вы думаете? Вы знаете, здесь играют все факторы роль. Потому что, ну, во-первых, мамы тоже много знают. Всё-таки у нас достаточно образованное население, и интернет есть уже почти в каждой семье, уже не в одном даже варианте. Соответственно, что читают очень много, читают не всегда то, что нужно, читают. Вот это золотые слова. Золотые слова. Золотые слова. И, к сожалению, когда родители, имея какое-то техническое образование, начинают делиться медицинскими советами на форуме друг с другом, это чудовищно выглядит абсолютно. И просто этих людей становится жалко, потому что, ну, они делают ужасные ошибки. Кроме этого, диагностика действительно выросла. Очень много исследований проводится. За последние 10 лет провелось масса глобальных исследований. Можно ли есть пшеничную кашу? Когда лучше? Можно ли есть её утром? Она содержит клетчатку. Ну, это вот говорит слушательница, как бы поддерживая эту самую пшеничную кашу. Что вы скажете, Ирина Владимировна? Клетчатка губит глютен. Нет. Нет. Громко, ясно, чётко. Нет. Нет. Дело всё в том, что здоровым людям, разумеется, можно. Она будет сытная, и человек до обеда будет, в общем-то, хорошо себя чувствовать. Сложные углеводы, которые долго всасываются, хорошо работают. То есть, никакой проблемы нет. Но для людей, которые не перенозят глютен, это просто яд. То есть, совершенно, да? Да. Всё. Вопрос, ответ. Утром нормально будет? Утром, ну, да, если человек всё переносит, нормально. Тут надо понять, что питание, оно не бывает вообще здоровым и вообще качественно сбалансированным. Оно строится под конкретного человека. Например, если я знаю, что я где-то в 12 в час иду в спортивный зал, ну, вот такое счастье мне выпало, я не занят на работе, да, то утром я ем углеводы для того, чтобы у меня была энергия для этого спортивного зала. И я знаю, что когда я буду тягать вес, жем лёжа, то я буду сжигать углеводы. А если я думаю о том, что я пойду на беговую дорожку, то я понимаю, что если я съем какой-то продукт, содержащий большое количество углеводов, в ту же кашу, да, кстати, всё равно рисовую или пшеничную, даже если она с отрубями, даже если она с клетчаткой, всё равно у меня будет повышаться инсулин. И инсулин плотно заблокирует сгорание жиров, и я могу хоть пропотеть на этой беговой дорожке, хоть час на ней ходить, хоть что. В течение трёх часов будет такой высокий уровень инсулина, который полностью заблокирует выход жирных кислот из-за дипоцитов, из жиров, и полностью заблокирует сгорание этих жиров в митохондриях мышечных клеток. Это, ну, как бы классика. То есть съел кашу, и сколько ни бегай, всё равно не похудеешь. Абсолютно. То есть если мы едим даже яблоко, то этого достаточно для уровня инсулина, который блокирует выход жирных кислот из жировых клеток. Поэтому надо понимать, чем мы хотим заниматься. А если силовая нагрузка, до нагрузки, после, потому что тот же инсулин, выделяясь после силовой нагрузки, является самым сильным антикатаболиком. То есть он не даёт разрушаться нашему мышечному волокну, и в момент, когда мы делаем подъём последний раз, тренер говорит, давай, давай, ты можешь, у нас надрывается несколько тысяч мышечных волокон миофибрил. И тут появляется как король инсулин, и говорит, я, пожалуй, милую эти волокна, помилую их царской воли, и эти волокна быстренько восстанавливаются белками. Но инсулин, являясь транспортной системой, тащит эти белки к этим волокнам, помогает им восстанавливаться. Так что питание должно быть сбалансировано с учётом индивидуальных особенностей организма человека и тех задач, которые ставит перед собой врач в лечении этого человека. Красиво сказал. Очень. Я прочитаю ещё одно сообщение из форума. Глютен сам по себе не вреден. Если с переносимостью глютена всё в порядке, не переживайте. Для подстраховки стоит исключить фастфуд, колбасу и другую вредную еду. Её лучше заменить простой пищей, в том числе овсянкой. В общем-то, это, по-моему, правильно. Абсолютная логика. То есть, если человек здоров, фастфуд – это вообще не еда. То есть, надо понимать, что это просто не еда. Ни в каком варианте. Кстати, вот сегодня встал такой вопрос тоже у меня по поводу фастфудов. Давайте уже два слова скажем. Я иногда, мне говорят, фастфуд – это страшный сон этих диетологов, кошмар. Это вот кошмар, вообще ужас даже про это говорить нельзя, ни в коем случае никогда. А я так прикидываю, вот те корзины, которые в выходные дни вывозят из огромных супермаркетов, полные жрачки. И думаю, неизвестно, что вреднее, когда там и тортики, которые по калорийности и по жирности далеко ушли вперёд всем этим бутербродом. Или вот это гора продуктов. Соусы те же самые идут, да. И при этом он говорит, зато мы не ходим в фастфуд. Мы питаемся здоровой пищей. Эту здоровую пищу они загружают. Это семья бройлеров. Папа бройлер, мама бройлер и сыночек бройлер. Садятся в машину, она так прогибается под ними, скрипит. И вот эти огромные тонны жрачки всё перегружаются в багажник. И зато мы не ходим в фастфуд. Гордо. Так что, ребята, надо следить за своим питанием вообще, а не только за фастфудами. А я почему ещё прочитала это сообщение? В первом предложении там говорится, что глютен сам по себе не вреден. А я всё-таки опасаюсь, что после нашей программы, ну, многие, послушав нас, скажут, что вот они сказали. Значит, глютен содержится в хлебе, глютен содержится в сыре, в соусе. Теперь я быстренько всё сейчас это начну исключать своим всем родным. Скажу, ни в коем случае не ешьте хлеб, сыр и так далее. А вдруг проявится у меня реакция на глютен? Нет, мы уже сказали. Сначала идите, если вы не уверены, вы сомневаетесь. Не надо бросаться в крайности. Обратитесь к врачу, сделайте анализ, и будет вам счастье. Алексей Владимирович, ну вот посмотрите, ну кто в здравом уме сейчас побежит сдавать анализы? Нет, я честно говорю, я пойду. Вот прям честно говорю, сдам обязательно. Мне это просто интересно даже. Вообще, я считаю, что все должны какой-то скрининг обязательно проходить. Мы же после определённого возраста мы сдаём анализы на холестерин, на уровень сахара в крови. Это не принято в молодом возрасте. Мужчины сдают на тестостерон. Правильные мужчины. Ну, это правильно, это действительно всё правильно. Делаем ЭКГ, да, мы... Ультразвук – это вообще, по-моему, панацея вместо лечения уже у половины населения. Вот сделали ультразвук – просто конец света. Самая востребованная диагностику в России. Совершенно не нужно этого делать, но, тем не менее, почему не сдать кровь тогда? Задумайтесь о глютене. Да не только о глютене. Вообще, если говорить о собственном здоровье, то у нас какой-то скрининг должен быть. И, в общем-то, в приличных клиниках он существует. То есть приходит пациент, и у него чётко абсолютно идёт скрининг, даже без каких-либо определённых жёстких жалоб. То есть ты приходишь с каким-то понятием обследования, и всё равно скрининг проводить надо. И тогда есть вещи, которые ещё не проявились, но можно скоррегировать, пока не наступило заболевание. Но ведь вы говорите о том, что влияние глютена может проявиться независимо от возраста. Конечно. То есть может быть как у детей, так и у взрослых. И быть скрытым. И быть скрытым. А маленький ребёнок, допустим, в семье, вот на что надо обратить внимание, и надо ли ему сдавать весь этот тест? Ну, что касается маленьких детей. Ну, самое лучшее питание для маленького ребёнка – это грудное молоко, все это прекрасно понимают. От 4 до 6 месяцев – это так называемое золотое окно, когда мы можем ребёнку ввести массу новых продуктов и не получить никакой отрицательной реакции. Просто всё это надо делать разумно, с головой. До полугода. С 4 до 6 месяцев. С 4 до 6. Да. Если мы говорим о глютен-содержащих продуктах, то во всех скринингах, во всех руководствах рационального вскармливания малышей обязательное введение продуктов, содержащих глютен, с 6 месяцев. То есть до 6 месяцев стараются это не вводить. Но опять-таки вот эти все каши, которые специально продуманы для малышей, безусловно, там глютен существует, потому что та же пшеничная каша, мультизлаковая каша, да, там глютен существует. Но опять они вводятся с 5 с половиной месяцев. То есть это чётко совершенно прописано. И, как правило, реакция не возникает. Но если у ребёнка возникает какая-либо реакция, целесообразно, конечно, обратиться к врачу. И тогда уже решать, нужно ли не нужно проводить тесты. А во взрослом возрасте, когда лучше обратиться? Вообще надо ли сдавать? Ну, допустим, должны быть какие-то симптомы определённые, после чего должны пойти люди сдать эти тесты. Кроме кишечника. Ну, кроме кишечника. Вот мигрень, я уже сказал, головные боли, правильно, непроходящие? Безусловно. Недостаток веса. Вот бывают люди, которые мы никак не можем... Они такие бывают люди с недостатком веса. Вы знаете, приходят люди с недостатком веса, мы говорят, никак не можем поправиться вот такие худые. Нам обычно звонят от избыточных весов. Совершенно другие люди. Уверяю вас, что даже люди с избыточной массой тела могут иметь данное заболевание, которое может явиться именно причиной развития ожирения. А вот иммунные заболевания, достаточно частая история. Когда мы говорим о заболеваниях крови, там, аномия, тромбоцитопиня... Аномия там серьёзно берутся и всё остальное. Вот иммунитет. Вот человек говорит, вот я стал больше болеть, вот в прошлом году вообще не болел, а в этом году, ну вот просто кто-то чихнёт, а я уже заболел, не вылезая из больничного. На самом деле это тоже может быть как одно из проявлений, особенно учитывая, что в кишечнике очень много лимфоидной ткани, как бы защитной для организма, соответственно, тоже может быть. Источник иммунной системы. Кишечник – это очень сложный организм, отдельный от нас. Я как-то вычитал, что в кишечнике нервных клеток практически только же, сколько в спинном мозге. И оказывается, у нас в кишечнике живут сколько бактерий, как вы думаете? 4-5 килограмм бактерий, представляете, сколько? И все эти бактерии, они там в нашем кишечнике шуршат среди ворсинок. А когда эти ворсинки стираются, им не за что прицепиться. И они вымываются стоком пищи и выходят из нашего организма. И мы теряем часть полезной флоры. У нас остается минута до конца эфира. Давайте подведем итог. Что бы мы посоветовали нашим слушателям? Мне кажется, надо не паниковать. Надо трезво здесь и все за и против посмотреть. И если вы сомневаетесь, есть ли у вас переносимость на глютен или нет, обратиться к врачу, сдать анализы. И он поставит большую жирную точку в этом вопросе. Абсолютно с этим согласна. Сначала надо обращаться к врачу. Потом предпринимать какие-то действия. Продолжение следует...